на днях оттаяла большая часть антарктиды есть фотографии сделаны якобы из космоса где большая часть этого континента покрыта нормальной землей и даже на этих фотографиях видно что эта земля местами зеленая я не знаю какая достоверность этих фотографий но раз они сделаны из космоса а космос у нас это предмет веры всех нормальных людей то вот о вере как раз мы и поговорим 29 номер газеты метро то есть это всего лишь несколько дней назад метро раздавали и боги меня подвинули ну не знаю боги или какие-то взять эту газету и когда я на втором развороте увидел вот это вот это это говорят о том что что-то случилось в мире и никто эту сенсацию не обсуждает континент за 11 дней всего лишь растаял да действительно старые боги все вдруг проиграли эту сумасшедшую игру непонятно кому никто не знает того противника кто играет с нашими сегодняшними привычными домашними родными богами но почему то все они все эти боги проиграли в едином порыве действительно проиграли и все старые боги которым поклоняются спортсмены и деятели олимпийского движения действительно проиграли все исламские боги потому что некая сила вдруг стала препятствием для хаджа по святым местам действительно папа римский тоже повел себя странно и фактически отгородился от своего же бога перед этим мы помним что сгорел собор парижской богоматери перед этим произошло еще много подобных действий и вдруг вот со всей очевидностью вырисовывается такая картина что действительно на нашу землю не будем называть ее грешной потому что естественно не грешная обычная земля так вот на нашу обычную любимую нами землю ступил какой-то новый бог и главное что этого бога мы в лицо не видим по одной из причин либо он вообще не доступен нашему зрению и он какой-то эфемерный и мы его должны бояться или должны любить все покажет время и это будет в зависимости от того какие будут его проявления либо это очень маленький бог которого мы не видим без микроскопа а вот в электронный микроскоп мы можем его увидеть даже во множестве копий и судя по всему есть такие подобные боги которые являются многомерностью одного вот этого монстра который разделил религии и веры на многие многие части есть другой вариант что этот бог очень такой огромный и его тело настолько большое что мы видим его только частичные проявления его вот этого масштабного тела и для нас оно кажется что состоит из каких-то маленьких микроэлементов вот эти микроэлементы мы еще в состоянии осознать а всего огромного тотального тела нового бога мы осознать не можем связи с этим для нового бога естественно подготовлен новый континент антарктида как раз и является тем континентом куда он должен поселиться или где должен стать его основной храм и если это версия наша правильная а мы считаем что все-таки должно быть что-то в этом направлении сейчас решено потому что раз такие большие религиозные подвижки в обществе случились то значит есть силы которые их двигать ведь вы же понимаете что если вагон железнодорожный двинулся с это значит что на него что-то повоздействовало либо гравитация либо какой-то тепловоз либо какой-то силач его толкнул но самое главное что есть движение есть сила есть результат есть причина как мы знаем патриарх кирилл не только посетил антарктиду там были очень высокопоставленные чиновники в 2007 году например туда летал спецбортом большой экспедиции секретарь совета безопасности патрушев который в то время возглавлял фсб и интересовался жизнью в антарктиде это газеты прописали огромное количество легенд связано с тем что гитлер имел свою базу и гитлеровцы до сих пор там якобы скрываются потолще льда который вот внезапно растаял но мало того в 2017 году шойгу и путин посетили континент антарктиды тайный смысл непонятен никого вице-президент сша посетил антарктиду тоже где-то последние два года то есть интерес к антарктиде как континенту который скоро откроется явный вспоминаем нашего золотого патриарха кирилла который первым быстрее чем русские слез деревьев и научился жить по-человечески только после него напомним русские слезли с деревьев и он им помогал сам руки подавал и чтобы они спокойно спускались и фиксировал естественно вот где-то потом все он это дело озвучил так вот вся эта катавасия по приведению одного народа на землю обетованную видимо повторяется второй раз не так давно патриарх кирилл съездил на антарктический континент и там подавала руки пингвинам я не знаю может быть пингвины станут новыми людьми которые станут на этом континенте новым населением либо патриарх кирилл в их виде в их виде как туземцев местных туземцев ну что какие есть туземцы не везде человекоподобные так вот он там основал новую общину которая будет ядром новой церкви и если все сказанное сложить воедино то действительно прорисовывается такая ситуация что в антарктиде всем миром всем скопом формируется какой-то новый очаг цивилизации через какое-то время как только поставить туда журналистов пишущих и показывающих на телевидении мы увидим как огромными темпами идут большие работы по строительству немыслимого какого-то храма в котором по нашему предположению будет в центре храма находиться такая специальная пробирка может быть светящаяся может быть наоборот под светом лазера такая флюоресцирующая в которой будет находиться тот самый мелкий бог который мы видеть не будем но мы будем верить что он там есть в этой пробирке и мы будем знать что если мы посмотрим самый большой мелко скоп то мы увидим этого бога причем не в единственном количестве и вот это будет самой правильной демонстрации мы знаем что он сильный мы знаем что он мощный что нагнул все континенты сегодняшней земли но мы его не видим зато мы мощно верим что он есть мы верим профессионалам которые сегодня профессионалы от науки они сегодня стали теми самыми пастырями которые проводят веру вот в этого бога этот бог видимо будет либо помещен на антарктический континент либо заточен на антарктический континент напомню старую нарцкую легенду многие из нас проходили александра македонского по истории в пятом или шестом классе я уже сейчас не помню в каком это было но мало кто знает что в реальности александр македонский заточен каджами в нардских горах это на кавказе и вот здесь если проводить параллели что александр македонский это такая некая ипостась того до исторического бога то вот здесь как раз под напрашивается решение нашей сегодняшней проблемы со всеми этими каджами со всеми этими папами римскими поездками нашего патриарха в антарктиду это действительно антарктида может стать местом заточения и храма одновременно для нашего великого кутху которого боятся сегодня все все одевают эти маски чтобы не дай бог он их не узнал в лицо вы думаете что действительно что ли дышит через вот такие клетки обычной тряпки нет чтобы в лицо не узнавал чтобы только глаза были видны ведь тут же как паранжа эти маски это своего рода паранжа и чтобы вот этот култку их не увидал и потом не вычислил и ночью не пришел к ним через нос и не залез в их легкие и не свел с этого света это частица бога она может поселиться в каждом причем в огромном количестве и это действительно новая религиозная парадигма то есть каждый будет носить частицу бога и бог этот мгновенно может быть включен каким-то волшебным словом или установками действительно если появляется новый бог то должны быть методы управления им и управление персоналом от имени этого нового бога мир действительно долго готовился к пришествию нового бога проводились коммуникации соответствующие проводились некие аудио визуальные сети которые потом впоследствии стали заменять собой те древние иконы которым поклонялись люди раньше и вся система воспроизводилась и выстраивалась под этого нового бога которого мы назвали кунтху он некоторые называют его там под номером 19 пусть это будет девятнадцатый бог никакой в этом разницы нет номер у него или имя это все продукт нашей цивилизации и в данном случае номерах ему больше подходит потому что он более технический для того чтобы его оживить создали целую сеть 5g 6g даже войсках есть 7g и вот эта сеть на сантиметровых волнах она способна заставить прыгать не только мясо в вашей микроволновке под действием горячих газов которые из него выходят но и любых людей любых молекул любых существ которые являются наполовину живыми наполовину неживыми 5g это такая сеть которая способна оживить вещи когда ее анонсировали упор был как раз сказано то что 5g это сеть которая делает живыми вещи вещи для оживления вещей а вещью является все что является неживым и в данном случае интересной позиции что например тот же самый вирус он является одновременно и живым и неживым то есть он не может непосредственно сам плодиться и размножаться но он может создать такие условия когда положение и размножение оно производится опосредованно или с его каким-то участием поэтому вот эта пограничная степень участия нового бога под номером 19 в человеческом обществе она очень такая символичная он является одновременно как бы неживой машиной которая управляется системой 5g с другой стороны он сам управляет живым нашим сообществом и я думаю что те же самые китайцы которые владели ускоренными темпами на своей территории систему 5g они как раз были осведомлены потому что вся их диспозиция как коллектива целиком как народ целиком показывает нам то что действительно какая-то ситуация неизвестного плана она присутствует в нашей сегодняшней земной жизни и эта ситуация связана с религией с верой с религией и получается так что искомые частицы бога на который претендовал базон хиггса она интересным образом теперь окажется действительно в каждом человеке и когда она проникнет в каждого человека только от человека будет зависеть примет ли он ее или нет если вдруг иммунная система человек окажется сильной и он отторгнет частицу бога то тогда человек такой станет нормальным человеком и он продолжит свое существование не зная этого великого девятнадцатого бога но если вдруг он примет его если его иммунная система не справится с новым богом тогда человек превратится в того самого зомби который падает на полпути который отключается как робот который в конце концов превращается не поймешь во что мы сейчас видим что китай и многие другие окрестные государства переходят на удаленные рабочие места на удаленное обучение студентов говорит ли это о том что цифровизация которой уверяла человечество последнее время элита как раз наступила эра цифры наступила при помощи вот этого могучего и невидимого бога при переходе на нового девятнадцатого бога уже готова наше сегодняшнее общество к тому чтобы вместо старых допотопных поеденных червяками икон нарисованных непонятно кем непонятно в какие времена поместить настоящие иконы которые живы и с которыми можно общаться этими иконами являются сегодня те самые ученики которые под видом учеников под видом живых людей сидят около телевизоров около компьютеров на удаленке и якобы работают якобы учатся якобы делают вид какой-то жизнедеятельности раньше тоже в прежние века люди хотели сделать чтобы с ними иконы общались вот подошел в храм посмотрел на иконы ты как бы чувствуешь что она тебе отвечает но раньше не было таких налоги а сегодня эти технологии которые позволяют через интернет оживить любое изображение они как раз позволяет вернуть то вот мнение когда человек приходит в интернет как в храм и видит какую-то картинку какого-то китайца европейца японца любого человека который якобы с ним общается и который может выполнить его задание или дать ему задание самому это непосредственное общение как раз и показывает что сегодня богом становится электронная часть вот эта электронная часть управляемой 5g она под номером 19 вступает в нашу эру и становится нашим сегодняшним богом все вот это сказано мной выше она базируется на том что люди определенного сана люди которые ответственны за старые древние религии вдруг в едином порыве сделали определенные ходы совершили определенные действия и если эти действия анализировать если слушать всех научных работников и политиков то другого вывода случившимся сегодня на земле просто не получается если такие объемы льда так быстро тают уровень мирового океана не повышается и тут возникает вопрос а куда исчезает те куба километры те тысячи куба километров воды которые должны были бы затопить прибрежные зоны прибрежные государства андрей Александрович ваша теория о том что земля живет и расширяется она подтверждается тем что растаявший антарктида как раз и говорит о том что эта вода куда-то распределилась когда я сегодня увидел карту как потеплела антарктида я конечно очень сильно удивился потому что наука предполагает что есть две больших земли антарктида и гринландия на которых собирается вся ледяная шапка мира которая собирает определенное количество воды и если это вода растает то уровень мирового океана повысится на 70 метров таковы расчетные данные что же мы видим в этом случае мы видим что практически вся антарктида растаяла на ней остался только небольшой пятачок и явно не километровой и немного километровой толщины то есть вся южная шапка льда растаяла это примерно половина запаса всего льда мирового океана который расположен вторяю на толще земли именно который влияет на поднятие или опускание уровня мирового океана но мы не видим никаких волн которые дошли бы до нас и подняли бы мировой океан на те самые половину 70 метров половина шапки растаяла половину 70 метров мы должны были получить то есть 30 35 метров должен был состояться подъем воды в связи с тем что растаяла антарктида как показано в этой газете на этой фотографии мы этого не видим в итоге выводов из этого факта несколько первое либо святая воля нашего патриарха кирилла она остановила все воды которые могли родиться в результате этого растопления ледников и он специально для этого тогда ездил туда и вот эти воды теперь стоят где-то огромными волнами и не катят на наш мир и он держит своей могучей мыслью все эти потопы и не дай бог если вдруг когда-нибудь представится то все эти потопы хлынут не сдерживаемые патриархом это конечно шуточное но это первое что приходит в голову вторая идея это то что уровень мирового океана никак не связан с таянием льдов и тогда получается вопрос что наша земля не является замкнутой системой у нее есть места слива есть места залива воды и каким-то образом уровень мирового океана поддерживается в стабильном состоянии и сегодня если это реальный факт и антарктида действительно расставила настолько то есть примерно там 80 90 процентов льда то тогда мы должны искать то место куда слилась эта вода и это явно уже говорит о том что форма нашей планеты не является сферической потому что со сферической формы земли вода деться никуда не может но снега заваливают германию снега заваливают марокко и испанию даже саудовскую аравию весь мир молчит что происходит в мире это прекрасная картина тех богов которые действительно стали управлять нашим миром путин как истинно верующий человек как человек который не пропускает ни одного храма и во все праздники и в любые дни он таскается с различными отцами батюшками и тому подобными персонажами много раз посещал папу римского все время к нему опаздывал путин явно посвящен в какие-то новодельческие движения новых религий и если предположить что в антарктиде действительно строится новый храм то путин является его основателем и может быть даже он сам лично укладывал тот самый краевольный камень в основании этого нового храма почему он приходит такой довольный кстати не так давно буквально вот несколько дней тому назад под одним из видео один из зрителей написал что он живет в самой южной части новой зеландии и каждое утро в сторону антарктиды над его домом летит на очень большом эшелоне тысяч 12 14 метров некий транспортный самолет на очень высокой скорости и вечером этот самолет возвращается если учесть что в году каждый день или несколько раз в неделю хотя бы этот борт делает свои рейсы то нужно понимать что там в антарктиде есть какой-то серьезный для такого борта аэродром а это очень серьезный должен быть аэродром потому что самолет большой для таких высот для таких скоростей ну и самое главное что должна быть необходимость перевозки определенных грузов или персонажей в том направлении есть очень интересные данные о самой южной точке антарктиды что за неким рубежом в этой самой антарктиды существует некая зона которую мы называем по привычке луной это действительно та самая луна которую мы видим на небосклоне на небе только на небе видим мы ее отражение а там в антарктиде за антарктида является самая настоящая луна которая физическая эта территория которая по своему размеру примерно равна территории австралии и там обосновалась самая лучшая часть нашего человечества для кого-то она в кавычках для кого-то без кавычек это правители наших стран правители наших континентов правители мирового правительства и так далее они вкладывают туда все наши ресурсы все наши деньги для того чтобы создать себе рай на земле это тот самый элизиум который мечтают создать себе правителей изначально и самое интересное что там на этих территориях зафиксирован зафиксировано появление того самого иудейского бога которого зовут яхве многие его видели под обликом спрута он действительно имеет форму спрута голова и около 7 8 9 конечностей яхве он питается человеческими эмоциями основанными на вере и как-нибудь в следующих роликах я расскажу о нем более подробно самое главное чтобы вы сегодня поняли что направление антарктида разрабатывается именно в этом разрезе что там находится . находится местность которая является новым храмом новой святой землей или место где должен поселиться или уже поселился новый бог мы считаем что этот бог под номером 19 а а а а а